МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограничена работа баров и ресторанов. В 9 часов вечера они должны быть уже закрыты. Запрещены все массовые собрания, отменены спортивные мероприятия и конференции. Я переживаю, потому что первая изоляция была сложной для всех семей, для работы. Я действительно волнуюсь. Многие люди относятся ко всему происходящему сегодня несерьезно. К сожалению, беспокойство в это время вполне естественно. Мы должны жить сейчас. Мы не можем предвидеть, что произойдет. День за днем все меняется, поэтому стоит только ждать и соблюдать все предписанные меры. Более 40 тысяч инфицированных за сутки – это максимальный с начала пандемии прирост числа случаев ковид во Франции. Премьер-министр Жан Костекс назвал тяжелой и тревожной эпицитуацию в стране, из-за чего власти вели комендантский час не только в крупных городах, но и в деревнях. Теперь из дома нельзя выходить после 9 часов вечера. Всем предприятиям рекомендовано перевести работников на удаленный режим. В госструктурах вводится порядок, при котором половину рабочей недели служащие должны работать из дома. Помимо ношения масок и соблюдения дистанции, теперь официально прибавится пользование мобильным приложением. Оно имеет новый, расширенный функционал. Помимо трекинга, теперь в него можно внести результаты теста, а также увидеть список лабораторий поблизости. Первая версия приложения популярностью не пользовалась, но власти просят проявить сознательность и активность. Технология сработает только при условии массового пользования. Комендантский час будет введен в 54 департаментах и еще на одной заморской территории. В общей сложности он затронет 46 миллионов граждан. Вирус ускоряется, поэтому мы должны быстрее принимать запланированные меры. Эти ограничения – серьезные испытания. Я понимаю, но я также вижу, что их соблюдают. В Германии заболеваемость ниже, чем в других странах Европы. Но и там показатели стали хуже, чем с начала пандемии. По данным Института Коха, за сутки зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На этом фоне правительство ФРГ расширило список эпидемически опасных регионов Европы. В него попали популярные горнолыжные курорты Австрии, Италии и Швейцарии. По возвращению из так называемых «красных зон» в Германию необходимо сдать тест на ковид и соблюдать карантин до получения результата. Для отслеживания потенциальных больных власти задействовали военных. Они будут следить за тем, чтобы больные легкой формой коронавируса сидели на карантине. Мы не справляемся с отслеживанием всех тех, кто сдал тест на коронавирус. А с помощью опытной армии мы можем избежать перегрузки системы и получить шанс узнать, где находится зараженный человек. Испания стала первой страной Западной Европы, где число заболевших ковид превысило миллион человек. Умерло от вируса более 34 тысяч человек. Несмотря на жесткие меры по сдерживанию второй волны, общее число заражений удвоилось всего за 6 недель. По данным Министерства здравоохранения, суточный прирост заболевших иногда достигает почти 17 тысяч человек. Жители Мадриды объясняют такие быстрые темпы распространения вируса безответственностью граждан. Мы стали менее ответственными. Нам нравится ходить на вечеринки и собираться с родственниками. Мы не можем понять, что единственный способ избежать ухудшения ситуации – это социальное дистанцирование и простые вещи. Не собираться в большие группы и носить маски даже во время встреч с друзьями. Ухудшилась эпид-ситуация и в Чехии, из-за чего власти снова вели карантин. Из дома там разрешено выходить только на работу и за необходимыми покупками. По словам властей, это решение далось нелегко, но без национального карантина система здравоохранения в стране не выдержит нагрузки уже через три недели. Из-за нехватки мест в больницах в Праге в столице построили полевой госпиталь. Он будет вмещать около 500 коек. Сейчас идут последние приготовления к его открытию. Отмечу, в стране зарегистрировано рекордное число заражений ковид. За последние сутки вирус подхватили почти 12 тысяч человек. Продолжение следует...